МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"21.00 в Украине". В эфире подробности о главных сегодняшних событиях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. Украинские бойцы удерживают Дебальцева. Кто заказал разгон Евромайдана? Кто снабжал тетушек оружием? Ответы ГПУ и МВД год спустя. Вторая и удачная попытка. Полтава признала Россию страной-агрессором. Кто на этот раз не воздержался? Журналисты пишут о том, что свободе слова угрожают. Телеканал Интергруппа Старлайт Медиа, в который входит в том числе ИСИ-ТВ, СТБ, Новый канал и телеканал Украина все сегодня просят не принимать законопроекты, списанные депутатами Народного фронта с российского законодательства. Напомню, в России авторами этих законопроектов выступали Жириновский и Зюганов. Какие угрозы видят СМИ, что об этом говорят народные депутаты? Подробнее Екатерина Лысенко. Пока народные депутаты пишут законопроекты, медийщики против них уже протестуют в открытых письмах. Обращаются к президенту, парламенту, правительству, ОБСЕ. Ведущие телеканалы, СТБ, СТВ, Новый канал, ТРК Украины заявляют, четыре законопроекта, которые Верховная Рада намерена рассмотреть на этой неделе, открытая угроза свободе слова в Украине. Если их примут, надсовет по вопросам телерадиовещания получит мегаполномочия и сможет, по сути, на свое усмотрение оценивать продукт и останавливать вещание. А вот письмо телеканала Интер. Журналисты считают, законопроект 1768, который запрещает иностранным компаниям, в том числе российским, быть со владельцами телеканалов частично повторяет законодательство Российской Федерации. Запрещительный подход один и тот же, но в украинской версии даже 1% акций, принадлежащий россиянам, станет поводом закрыть канал. Я считаю, что нам не нужно копировать Россию ни в чем, нам нужно свои законопроекты напрацовывать. И, до речи, я всегда обратил внимание и негативно ставился до того, когда в предыдущие годы законопроекты, которые принимались в Россию, просто брались, перекладались на украинскую мову и вносились в украинский парламент. Ось я против этого. Мы должны адаптировать наше законодательство до европейского, а не до российского. Мы считаем, что это завуалированный метод подготовки рейдерского захвата, в чем не только телеканал Интер, а под эту схему можно подвести любое средство массовой информации. Мы об этом открыто сейчас сказали, что в таком виде законности принимается, то это создает предпосылки для отчуждения любой собственности. Это ганниба, когда мы видим российские банки, российские фирмы, российские средства массовой информации, которые зазомбовали наших людей. Но одновременно мы считаем, что под прикрытием борьбы с агрессором не должно происходить рейдерство, потому что в том проекте закон, который мы видим, будет большой соблазн одних забрать и іншим отдать. При этом поводом закрыть канал будет не то, что на экране, а само наличие акций у российской стороны. Документ коснется многих медиа, в том числе телеканала Интер, поскольку 29% акций принадлежит российскому первому каналу. Причем это право собственности без права влиять на редакционную политику. Он требует очень большей внимания, чтобы там не было дискриминационных норм. Я считаю, что нужно, если кого-то дискриминовать, то с вопроса действий, а не с вопроса регистрации от того или иного. Нужно внести какие-то правки и угодить позицию с Нацрадой. Это первая позиция. Другая позиция, может быть, там есть вопросы чисто технического плану, на который нужен перехватный период. И действительно, это нужно в законе враховать. Комитет по свободе слова соберется завтра утром в 9.30. Будет ли часть комитета и дальше настаивать на введении цензуры по российскому образцу в украинских СМИ, либо победить здравый смысл, узнаем во вторник. Говорим про то, что если не можно выкупить российскую часть власти, то тогда нужно призначити Суспольное управление этой частью власти. Призначается Суспольная наглядовая рада за принципом призначения. До речи, парламент ее призначает. Вот такая формула будет предлагаться. Абсолютно очевидно, вносит эти законопроекты одна группа, даже не одна партия, а одна группа в середине одной партии. Поэтому это абсолютно очевидно, что прикрывшись Путином, взяли закон Путина в Жириновской коммунистике и занимаются тем, чтобы в одного забрать канал в интересах другого. Альтернативный законопроект, который снимают эти риски, в парламенте зарегистрировали. Предлагают запретить деятельность телеканала, если 50% и более акций принадлежат представителю страны-агрессора. Но этот документ комитет по свободе слова рассматривать не хочет. МОЗ зарегистрирован не по регламенту. Екатерина Лысенко, Сергей Ведмись, подробности, телеканал Интер. Законопроект 1768 не соответствует европейским нормам, так считают эксперты. Кто и зачем хочет придушить свободу слова в Украине, вот мнение политологов. В Украине уже достаточно принято законов, которые, на мою думку, вольно могут конкурировать с законами 16 сечня. Можно, с одного боку, ориентоваться на Сомалии, Північную Корею, Россию и развиваться в том направлении. А можно ориентоваться на демократичные страны. Информационная политика Интера, на мою думку, абсолютно проукраинская. Тут даже нет никаких застережений. Это больше борьба за медийный рынок. Аже святое место пустое никогда не бывает. Если каких-то ЗМИ не станет, то на этих частотах, на этих нишах появляются другие ЗМИ, которые будут приносить прибуток, деньги своим властям. Телеканал Интерс, его аудитория, это, безусловно, лакомый кусок, за который где стоит побороться. Подняв, стряхнув пыль со старых бумаг, проводя всевозможного рода экспертизы. То есть технологии рейдерства не ограничиваются наездом банды качков с бейсбольными битами. Рейдерство сегодня приобретает такие белогородничковые формы, когда с помощью законодателей, с помощью системы правосудия можно решить, собственно, те же задачи захвата собственности. Подкриваясь с вопросами информационной безопасности государства, начинаются другие процессы, в том числе, скажем, проба переделы и частоты властности телеканалу Интерс. Турбируясь с одного боку про благородные и пафосные цели, порушаются принципы свободы слова, за что можем быть критикованы в этой Раде Европы или международными организациями. Есть ключевые принципы, которые должна всегда учить национальную законодательство. Это принципы свободы слова, независимости СМИ политического, плюрализма, идеологического плюрализма. Поэтому, если это нарушается вот эти принципы, тогда это тревожный звонок. Очевидно, в таком случае нужно рассматривать вот те или иные изменения, как либо попытку брать конкурента, установить там информационную или экономическую монополию. А монополия, как мы знаем, завсегда приводит к загниванию, искажению реальности. Насправді, это драконский закон, который абсолютно безглузный за своей сутью. И закон, который приказан просто узаконить или подвести законодательскую базу под де-факто рейдерское захопление. Это канал номер один на сегодняшний день за количество смотрителей, за смотрительскую аудиторию. Очевидно, что у декого кто-то себе выбудовывает свою политическую карьеру в будущем, хочет створить и медиапидрунтя для себя. Как вам удобно. Член Комитета Верховной Ради по вопросам свободы слова и информационной политики Юрий Павленко у нас сегодня в студии. Добрый вечер. Вы знаете, мы когда задаем экспертам вопрос относительно закона проекта 1768, помимо того, что они отвечают, что он не соответствует европейским нормам, звучит два очень четких и коротких мессенджа. Это цензура и рейдерство. Вы как член Комитета можете объяснить, как внутри Комитета по свободе слова продуцируются такие понятия? Я погоджусь с вашим зауважением. И, правда, для меня тоже удивлено, почему такие законопроекты народились в середине Комитета, который обязан защищать свободу слова, который обязан противостоять цензуре. Мой висновок, как член Комитета, подобный для многих экспертов. Эти законопроекты являются наступ на свободу слова, наступ на независимость средства массовой информации, на сгортание демократии и установление диктатуры. Они фактически соперечат европейскому выбору страны и подрывают международный имидж Украины. И, в любом случае, они не защищают информационный пространство нашей страны, а, наоборот, несут в себе загрозы для информационной безопасности страны. Больше того, меня очень удивлено, почему в таком закрытом, колуарном режиме эти законопроекты разработались и выносятся. Например, заседание Комитета Верховной Ради завтра призначено на 9 часов 45 минут. Тобто, за 15 минут до начала работы сессии Верховной Ради. Тобто, с самого начала уже закладывается невозможность всебечного расследования данных законопроектов. Тем более, даже не выносится альтернативный законопроект 1768, который относится иноземных владельцев телеканалов, так как он, на думку главы Комитета или секретариата, зарегистрированный с порушением процедуры. То есть, вы имеете в виду закон 1768-1? Я имею в виду 1768. Он даже не вносится завтра в порядок денный. А который-1? Оце-1. Расскажите об этом законопроекте. Ну, данный законопроект есть альтернативный тому, который внесен главой Комитета, пані Сюмар. Он приводит данные нормы законопроекта до европейских стандартов и нормальной логики. Зокрема, он передбачает и четко визначает, какая может быть часть иноземных владельцев. А по-друге, самое главное, он даёт возможность телерадеокомпаниям привести в соответствие закону свои документы. Закон же, который, который является главным, как считается, и который поддерживает, на жаль, Комитетом, он не даёт даже времени на приведение законопроекта в соответствующий. И, в основном, моя позиция, я завтра буду наполягать на заседании Комитета, чтобы был взглянутый на заседании Комитета альтернативный законопроект. И для этого я запрошу и народных депутатов, и авторов... Я запрошу и телеканал Интер, и все засоби массовой информации, которым не байдужа свобода слова, которые не хотят, чтобы Комитет по свободе слова перетворился на Комитет знищения свободы слова и установления цензури. Я пропоную, да, прийти навіть ранее, 9.15, 9.30, на третьем поверхности, в кулуарах Верховной Ради, будет заседание Комитету. И, больше того, на это заседание вынесено лишь один законопроект, 18.89, который касается увеличения повноважения Национальной Ради с вопросами телевидения и радиомовления. И, снова же таки, на сегодняшний день зареєстрованный альтернативный законопроект, ТРЕ-1, который, на жаль, снова же таки не внесенный до порядка денного. Поэтому я уверен, что и засоби массовой информации, а заяв много, я как член Комитета, не могу реагировать на заявы всех проведенных мовников в Украине. И, больше того, моя позиция, и она была в свой час поддержана на Комитете, эти законопроекты должны быть рассмотрены публично, с участием всей медийной громады. Хорошо, относительно этого. Давайте посмотрим, какой европейский опыт существует на эту тему, и как там эти инвестиции внутри СМИ никому не мешают. Свобода слова. Это одна из базовых ценностей Евросоюза, и на законодательные инициативы Народного фронта отреагировали в Великобритании и в Германии. Наши корреспонденты из Лондона и Берлина подробнее. Владейте сколько угодно, лишь бы собственник не влиял на редакционную политику, а СМИ не нарушали журналистских стандартов. Британский информационный рынок поделен между могущественными магнатами и могучим государством. Общественное вещание BBC – лидер теле- и радиопространства. Второй по значимости канал ITV в частных руках местных собственников. А вот остальные, например, пятый или группа Sky, имеют иностранный капитал. Телеканалы и радио Sky, а также многие газеты входят в империю Ньюскорп Руперта Мёрдока. Австралийско-американского бизнесмена окрестили слоном, которого в комнате не замечают. В его руках около 20% всего британского рынка. Когда-то существовало правило, не больше 20% телеканалов в собственности иностранной компании. Но это не соответствовало законам ЕС. Сейчас как минимум три крупных вещателя, пятый канал, Sky и Virgin, в собственности американских компаний. Похожая ситуация с газетами, а британцы – нация, которая по старинке черпает информацию из печатной прессы. Среди собственников, помимо упомянутого Мёрдока, который ко всему еще и от налогов уклоняется, есть французы, россияне, британские лорды, отмывающие капитал через офшоры. Но пока верная аудитория поддерживает, их СМИ продолжают работать. Так резко менять украинское законодательство фактически за ночь – это как минимум несправедливо. Мой совет вашим законодателям, как главы британского медиакомитета – не обращайте внимания на собственника. У вас есть регуляторные органы, и они вправе требовать от телеканалов объективности, а не смены собственника. За работой прессы в Королевстве следит офис по коммуникациям. Это госструктура, которая лицензии раздает и, если что, может лишить частот. Это грозит, например, британской службе Russia Today. Еще один пример, когда иностранный капитал пустили в страну. Рейтинги у канала, конечно, ничтожные, и ему вынесли выговор за необъективное освещение событий в Украине. То есть главным остается контент, а не форма собственности. А вот что думают об украинских законопроектах в Германии, знает моя коллега Татьяна Лагунова. Реформы это то, чего ждут от Украины в Германии, самой влиятельной стране Евросоюза. В Берлине внимательно следят за событиями в Киеве, но особого прогресса пока не видят. Мы пока не совсем довольны тем, что сделано. Шансы есть, только если Украина полностью трансформируется по европейскому образцу. Сюда относится и перенятие европейского правопорядка. Ограничение свободы медиа с этим несовместимо. Карл Георг Вельман на медиа упомянул не просто так депутат Бундестага и однопартиец Ангелы Меркель. Он еще и председатель немецко-украинской парламентской группы. О законопроектах, поданных в парламенты, которые угрожают свободе слова в Украине, политик знает. И вот его оценка. Немецкое правительство и парламент наблюдают за этой ситуацией с большим беспокойством. Этот законопроект несовместим с европейским правопорядком. Даже если какой-то канал или другое СМИ неудобны, они должны критиковать правительство. Для этого медиа и существуют. Украине можно только посоветовать идти европейским путем и не делать этого. О европейском пути Украины в Германии будут говорить уже на этой неделе. В пятницу в Минске ждут президента Петра Порошенко. Он примет участие в Минске конференции по вопросам безопасности и встретится с Ангелой Меркель. Среди главных тем реформы и демократические преобразования. В том числе и свобода слова. Я могу себе представить, что об этом будет разговор. И я буду обсуждать эту информацию с сотрудниками канцлера. Ну и конечно Меркель и Порошенко будут говорить о мире на востоке Украины. Сегодня канцлер еще раз заявила, конфликт можно решить только дипломатическим путем. Германия поможет всем, кроме оружия. Татьяна Лугунова, Оксана Кундеренко, Вячеслав Фролове, Сергей Дубинин. Подробности телеканал Интер. Иностранные собственники внутри европейских СМИ там не проблема. Почему бы нам не перенять этот опыт? Спокойно не влиять на политику. Есть редакционные какие-то вещи? Без сомнений нам нужно не калькувать российские законы, как это стало с законом 1768, или 1768, переписанный полностью с путинского закона, только еще более жестко сделано. А все-таки адаптовать свое законодательство до европейского. А европейское законодательство – это в первую очередь ценности. Ценность свободы слова является одной из базов. Права человека на информацию есть такими, которые государство обязана защищать. На жаль, этот закон, он, эти законы, тут их целая низка, они порушают и права человека, и Европейскую конвенцию про права человека. Поэтому я уверен, что в комитете, я надеюсь, в комитете свободы слова, есть достаточно фаховых, принциповых людей, которые, не смотря на определенный тиск, который может на них чинититься, певными посадовыми особами, все-таки будут профессиональными, и будут отстойвать эти ценности, с которыми они шли в этот парламент. Спасибо. Член комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Юрий Павленко был на студии. Завтра в 9.30 наша камера будет на данный заседание. Да, я вас запрошу. До речи, вот, есть рекомендации Ради Европы о деятельности ЗМИ в кризовый период. То есть, когда есть небезопасность для государства, как нужно действовать в государстве, чтобы не порушивать права, не порушивать свободу слова, но при этом защитить информационный простор. Все написано, нужно пользоваться качественным европейским законодавством, и это наша позиция. Спасибо. Бои за Дебальцево продолжаются. Мирные жители пытаются покинуть этот город, который находится под постоянными обстрелами боевиков. На месте события находится мой коллега Вениамин Трубачев, он с нами на связи. Веня, здравствуй, какие последние данные? Что сейчас происходит? Да, действительно, бои продолжаются на Дебальцевском плацдарме. Боевики при поддержке, как говорят сами, военной российской артиллерии продолжают обстреливать сам город и позиции украинских сил вокруг. Практически во всех районах города снова есть разрушение, и люди продолжают бежать из города, а оставшиеся жители прячутся в основном в подвалах и периодически выходят на улицу, чтобы набрать воды и запастись едой. И все это происходит под непрекращающийся грохот выстрелов и взрывов. А куда можно ехать, миленькие? Ваше предложение? Ну, если вы поплатили? Ну и что? Дальше куда? Ну, переедешь ли там... Жители... Несмотря на сложную обстановку на этом участке фронта, украинские военные продолжают удерживать свои позиции в районе Дебальцево. Периодически к городу подбираются диверсионные группы противника, и завязываются бои с применением стрелкового оружия. Это автоматы, пулеметы. И вот за минувшие сутки все такие атаки были отражены. И также сейчас идет укрепление опорных пунктов и блокпостов на этом участке фронта. В городе сепаратистов нет. Вход сюда им закрыт. Ни военнослужащие, ни правоохранительные органы сюда их не запустят. Мы к ним не шли. Не говорили, что Ленинград или Воронеж – Украина. И Донбасс наш, Донецк, Луганск – это не есть Новороссия. Это из Украины. Сложная ситуация в районе Донецкого аэропорта, поселка Песке, Авдеевке и Маренке. Боевики обстреливают эти населенные пункты из артиллерии и градов. Украинские военные ведут ответный огонь по позициям террористов и скоплению техники противника. А вот в Луганской области чаще всего за минувшие сутки обстреливали Счастье, Крымское и Попасное. Но и там снаряды упали рядом с райгосадминистрацией. Диверсионные группы ходят по ночам. Вот так отлавливают. Очень профессионально подготовленные люди. Очень быстро передвигаются. Не хватает, бывает, что приборов начнет клость. С территории России на занятые боевиками территории прибыл очередной так называемый гуманитарный конвой. В связи с этим, как говорят военные, снова активизировались обстрелы по всей линии фронта. Причем участились атаки именно с крупнокалиберных минометов и реактивных систем залпового огня смерчи. Я скажу, что это оружие намного мощнее градов, которые регулярно обстреливают украинские оппозиции и боевики. Ну, зразумилось, что после подхода чергового так называемого гуманитарного конвоя, террористы снова забеспечили сотнями, там, не сотнями, а тысячами снарядов, сотни тонн на снаряде, так? Минт, ракет. Также есть и хорошие новости. Сегодня из плена были освобождены трое бойцов нацгвардии. Они находились в руках террористов. Вдумайтесь, только больше шести месяцев и еще пятерых военных удалось обменять накануне. Наталья. Спасибо, Веня. Венимин Трубачев о ситуации в районе Дебальцево. В Донецке и Луганске сегодня пустые улицы, разрушенные дома. В некоторых районах нет ни воды, ни света. Мы дозвонились жителям этих оккупированных городов и в Красногоровку. Давайте послушаем. Сегодня шли непрерывные отстрелы, попали в станцию переливания крови. 13-я школа виза военных действий сегодня прекратили в городе пока на неопределенный срок выдачу гуманитарной помощи. Сейчас головное единство. И наоборот, нужно всем выходить с лозунгами «Я Донбасс», чтобы поддержать нас. Занятия в школах до сих пор приостановлены. И дети учатся дистанционно. В городе стало намного меньше милиции, практически нет ГАИ. Правоохранителей не стало. В ходе слуха, что практически всю милицию мобилизовали и бросили на фронт. Те, кто хотели заниматься правоохранительной деятельностью, то теперь таких желающих стало очень мало. Отхудшение кременгина и ситуация у Луганской. Продолжается обстрел в городе Красногоровке. Бьет одиночно от чего-то тяжелого. Есть разрушение. Опять, город остался без света, без отопления. Практически 80% домов без стекол и разрушенной квартиры. Их квартиры, загоревшие до класса. В рамках всей Новороссии, они же тоже в Луганске объявили мобилизацию. И хотят мобилизировать студентов, которые учатся по вузам города. Здесь такой интересный произошел момент, когда пришли студентов забирать, ну так сказать, мобилизировать, оказалось, что их там просто-напросто нет. Большая часть, на самом деле, студентов выехала, они там подают одну информацию, а по факту, как бы там, ну, людей этих в Луганске давно нет. И мобилизовать их особо-то и некого. И сейчас с нами на связи Мариуполь. Там находится Ильина Сидбулаева. Эля, какие новости? Здравствуй. Что в районе Мариуполя сейчас происходит? Да, Наташа, вот по последней информации, боевики пять раз открыли огонь по позициям села ТО. Это недалеко от Чермалыка, Николаевки, Толоковки и вот в восточной части города. Чермалык один из наиболее обстреливаемых районов. И сегодня мы там побывали. Террористы дважды вели огонь и стрелкового оружия, автоматического гранатомета и миномета. Местные жители просыпаются и засыпают под звуки канонады. И вот раньше Чермалык был один из зажиточных сел. Сейчас фермы, пустые животных, вывезли ополя в воронках от снарядов. Те, кто еще остался здесь, продолжают укреплять свои дома. Остались пенсионеры и инвалиды. Это у нас мешки, набратые песком и уложенные для того, чтобы окна не пробили пулей. Вот это село находится под контролем украинских военных, а уже за рекой Кальмус. Это примерно полтора километра. Территория временно оккупированная террористами ДНР. Боевики огонь открывают из сел Набережная и Таврическая. Украинские военные только в ответ готовы наступать и очистить землю от боевиков. Но приказа такого нет. Одной из горячих точек остается и буферная зона. В частности, на выходных боевики обстреляли село Бугас. Оно находится между Волновахой, которой контролируют украинские военные, и Докучаевском, оккупированной так называемой ДНР. И боевики выпустили как минимум одну систему ГРАД, целились по нашим позициям, но из-за тумана попали в село. Дети упали на пол, укрыли бабушку. Ни кто ничего не понял, как будто все произошло. А откуда стреляли? В сторону допущались. Быстрее всего, что они пристреливаются по какой-то точке. И просто из-за поводных условий получилось так, что они ударили по село. И вот сегодня в районе села Николаевка украинская артиллерия уничтожила миномет и минометный расчет террористов. У меня все, Наталья. Спасибо, Эля Эльвина Сидбулаева была с нами на связи из Мариуполя. Леонид Кучма официальный представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. Подтверждающий документ предоставила администрация президента после заявлений лидеров так называемых ДНР и ЛНР о том, что они отказываются участвовать в переговорах в Минске без официального представителя Киева. О полномочиях Кучмы на встречах контактной группы свидетельствует распоряжение президента Украины еще от 8 июля прошлого года. Полтавский гурсовет все же признал Россию страной-агрессором, а ДНР и ЛНР террористическими организациями. Решение поддержали 33 депутата. Для этого хватило всего нескольких минут. После некоторых сомнений БР тоже проголосовал за, хотя на прошлой неделе воздержался. В прошлую пятницу гурсовет не смог признать Россию страной-агрессором. Сегодня один тот день, когда фракция все-таки сказала мне, не только спонукала, а приняла решение, что я должен проголосовать разом с ней. Поэтому я сегодня буду голосовать так, как будет голосовать вся фракция. Он для Кавси людей простых, обычных людей и их позиции. И проголосовал так, как этого требует 99,9% всех полтавцев. Нам нужно сделать все, чтобы скинуть из влады, из кресла мера-сепаратиста. Я уже зарегистрировал проект постановы и буду требовать от всех фракций принять решение. Обама передумал. В Вашингтоне снова обсуждают вопрос о поставках Украине оружия. Подробности знает наш американский сапкор Дмитрий Еловский. Со ссылкой на материал влиятельный Нью-Йорк Таймс. Многие СМИ Америки сегодня сообщают. Белый дом вот-вот должен решиться на поставки оружия украинской армии. На сумму ни много ни мало 3 миллиарда долларов. Лоббирует этот вопрос прежде всего командующий войсками НАТО в Европе генерал Филипп Бридлов, а также многие влиятельные чиновники и военные из Вашингтона. Однако идею, надо сказать, поддерживают не все. Среди нерешительных сейчас называют госсекретаря Джона Керри. Но, впрочем, он на этой неделе должен посетить Киев и, возможно, поменяет свою точку зрения. Против была и советник Обамы по национальной безопасности Сьюзен Райс. Быть может, и она передумает. Что же касается самого президента, он пока не принял окончательного решения. Напомним, до этого речь шла исключительно о нелетальнике. С инженерным оборудованием, приборах ночного уведения и бронежилетах. Но теперь ставки могут возрасти. Но, впрочем, и с российской стороны тоже об этом предупреждают скептики. Сегодня все ждут публикации доклада трех влиятельных и независимых институтов, которые призывают Обаму и администрацию Соединенных Штатов Америки выделить Киеву противотанковые ракеты, беспилотники, бронированные джипы и радары высокой точности. Америка вообще готова в этом году тратить больше денег на вооружение. Больше аж на 7% по сравнению с предыдущим годом. Ну, могут себе позволить, в принципе, экономика Америки. Ведь сейчас находится на пике, в отличие от российской, где потянуть дополнительные расходы на оборонку вряд ли смогут. Так что сейчас мяч на стороне президента Америки. Продолжит ли он свою политику невмешательства, да все-таки решит реально помочь Киеву? Ответ мы узнаем в самое ближайшее время. Очевидно, после визита госсекретаря Керри в Украину. Дмитрий Уловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Светлана Давыдова сменила адвоката и показания. Жительница Вязьмы, которую обвиняют в госизмене за звонок в украинское посольство, написала отказ от всех своих показаний. Предыдущий адвокат обещал обжаловать арест, но не сделал этого. Смягчить меру пресечения просит Генпрокуратуру и уполномоченный по правам человека России Элла Памфилова, Давыдовы инкриминируют госизмену. А это до 20 лет лишения свободы. В апреле прошлого года Давыдова позвонила в посольство Украины в России и сообщила, что в соседней с ее домом воинской частью значительно уменьшилось количество военных. А в маршрутке она услышала рассказ одного из военных о том, что их небольшими группами переправляют в Москву, обязательно в штатском, а оттуда дальше в командировку. Так кто заказал силовой разгон Евромайдана? Откуда взялись в Киеве толпы, тетуши год назад и где они взяли оружие? В Генпрокуратуре и МВД уже знают ответы на эти вопросы. Подробнее Максим Кошелев. Первая кровь на Майдане пролилась по приказу беглого министра внутренних дел Захарченко. Следствие установило, что именно он велел командирам Беркута и столичной милиции устроить жестокое избиение студентов в конце ноября 2013-го. А позже с помощью уголовников они организовали командировки в Киев так называемых тетушек. В МВД и Генпрокуратуре уже достаточно доказательств того, что молодчиков привозили в Киев организованно. А за свою садистскую работу они получали деньги. Говорят, в штабе партии региона после пожара уцелели даже ведомости с расписками за полученные деньги. Здоровые, только берем крепкие, чтобы не было так, как мы понабирали, а там больше половины сброду. Лучше меньше мы выйдем. А что по чем? Думаю, по 600 гривен будет. Кроме того, следователи установили, что 18-19 февраля тетушки применяли против майдана в Сафмаринском парке и на улице Владимирской огнестрельное оружие. Была створена злочинная организация, перед которой стояли завдания не пускать митингувальников из Майдана, чтобы они не поднимались по улице Михайлевской, сюда, на площадь Михайлевской, и они расстреливали людей в упор. Цинизм в том, что тетушки вели огонь из милицейских стволов. На днях нескольких участников тех событий задержали и изъяли у них оружие со складов МВД. Вот один из автоматов Калашникова, который изъят у задержанных тетушек со складов МВД. В момент наибольших столкновений начальником службы Зиновом, службы МВД, которая занималась материальным обеспечением, выдавалось оружие тетушкам. Большинство ключевых фигурантов этих преступлений, и в первую очередь бывший министр Захарченко, скрываются от следствия за рубежом. Многих уже объявили в розыск через Интерпол. А подозрения в совершении преступления во время Майдана объявили также двум судьям Печерского райсуда Киева и экс-прокурору Сумской области. Максим Кошлев, Владимир Самченко, подробности телеканал Интер. Лидер группы Скрябин Андрей Кузьменко погиб в автокатастрофе сегодня утром. Ему было 46 лет. Он возвращался с очередного концерта. В эти минуты на Майдан Незалежности вышли сотни людей почтить память Кузьмы. Они несут свечи, цветы и портреты певца. А трагическая авария о том, как жил, как пел и о том, как Кузьма навсегда останется с нами. Наши корреспонденты. Еще накануне группа Скрябин презентовала новый клип на песню Дельфины, который стал последним для Андрея Кузьменко. Сегодня утром в Днепропетровской области возле села Лазавадка внедорожник Андрея столкнулся с грузовиком. Кузьма был за рулем. От полученных травм скончался на месте аварии. На данный час сказать рано, по чьей вине трапилась данная дорожная трассная привода. Андрей Кузьменко ехал из Кривого Рога, где накануне в честь 25-летия коллектива во Дворце молодежи и студентов состоялся концерт группы Скрябин. Море людей, автографы, фотографии. А вот одно из последних интервью. Он рассказал, что из-за боевых действий на Востоке не хотел устраивать концерты. Потом два месяца я депрессовал. Я думал, что я, напевно, не буду ничего делать, не буду ездить на концерты. Но потом я пришел до выяснений, что, а, хочется притолиться до кого-то близкого, когда зло. Его песни были близки народу. И во время Майдана... Он был вообще абсолютно точно к обзорям своего времени. Он пел правду всегда. И во время российской агрессии... Мы хотели привести приветствовать одному маленькому хворому человеку, шановный придурочный гномик. Поехали! 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 Кузьма, ты помнишь, мы ездили в Крем на теле? Крем стоял от нас на дебах. У россиян и любыми. Как помнишь. Ну, почему нам надо писать что-то пропакурую? Давай пиши! Певец, писатель, телеведущий, продюсер и актер. Талантливый во всем. Вместе с группой «Скрябин» записал свыше 10 альбомов. С 2003 года Кузьма работал как ведущий программы «Шанс» на телеканале «Интер» вместе с Натальей Могилевской. Искал, экспериментировал, шутил, высмеивал олигархов, грустил и снова шутил. Андрея Кузьменко осталась послуга Светлана и дочь Мария Барбара. Ольга Рыцар, Василий Голубенко, Игорь Антоник, подробности, телеканал Интер. И мы продолжаем. Смотрите далее. Любовный треугольник Рональда Рейгана. Кому, кроме Мерлин Монро, он вскружил голову? Кожа, в которой я живу, ради чего британка не улыбается с 10 лет? Явные страсти Доминика Строскана. Занимался ли бывший глава МВФ Сутеневством? Чем займется Верховная Рада на этой неделе? В планах парламентариев лишение неприкосновенности, законы для мобилизации, отчет Кабмина о том, какие санкции применяют Украина к России. Сегодня нардепы согласовывали повестку дня. И вот, что предлагали. Напруги на сходе. Закон по військово-цивільной администрации. Я просто, навіть не закликаю, я вимагаю от комитетов провести заседание и дать заключение по этому закону, який нам потребен негайно, сколисно. Зараз будет просто абсолютно безглузда, если мы не вернемся до Международного криминального суду в ГАЗі и не притягнемо всех винных с боку Российской Федерации до криминальной ответственности. Для этого нам, безусловно, нужно ратифицировать римский статус. Наполяю на принятии парламентом решения про распуск фракции опозиционного блоку, яка служит ворогу сьогодні в умовах військовой агрессии, а також доручение от парламенту до Министерства юстиции инізювати звернение до суду про заброну партии опозиционного блоку. Постановка номер 1847 зареєстрована и попала в порядок дня на середу. Есть желание к коллеге парламента поддержать эту постановку, потому что это, с нашей точки зрения, политический план преоболевания конфликтов. Это, прежде всего, проведение прямых переговоров с Российской Федерацией. Это залучение миротворческого контингента и звернение до Организации бюджетных наций для размежевания військовых сторон. О снятии неприкосновенностей не только говорили сегодня на заседании Национального совета реформ. Встреча эта все еще продолжается. Там на месте находится наш корреспондент Елена Зорина. Лена, расскажи подробнее, о чем идет речь. Наташа, добрый вечер. На самом деле заседание уже завершилось буквально только что. Разговор был долгим, длился более двух часов. Участники сетовали, что буквально разошлись на полусловие. Собрались здесь президент, премьер, министры, спикер парламента, представители большинства. Первым засловом Котор Порошенко говорил о том, что реформы в Украине уже начались. Также настоятельно рекомендовал правительству не затягивать с их проведением. Ну и говорил о люстрации судей, которая, по его убеждению, в Украине попросту нет. Также говорил о том, что будет происходить в парламенте уже в этот четверг. Это снятие неприкосновенности не только с народных избранников, но и служителей Фемиды. И это голосование Порошенко сравнил с лакмусовой бумагой. Кто не проголосует за обмежение недоторганности депутатской и судебской, прошу 18, 19, 20 на Майдан и каждому пояснить, каким образом мы собираемся дальше жить в Украине, когда у нас целая каста сохраняется недоторганных. Со своей стороны спикер парламента выразил надежду, что это голосование не провалит. Ну а премьер больше говорил о том, что сделано, но и о том, что мешает традиционно российской военной агрессии и о необходимости проведения очищения власти на местах. Ну а большинство заседаний посвятили вопросам судебной реформы, презентовали также реформу в правоохранительных органах и антикоррупционную. 10 лютого должен закончиться дедлайн по подаче заявок на голову антикоррупционного бюро. И далее, протягом трех дней, кандидатуры должны быть поданы на подписку президенту. Президент предложил участникам собираться каждый месяц. Мы посмотрим, как это будет выглядеть на практике. Наташа. Спасибо, Лена и Елена Зорина о результатах заседания Национального совета реформ. И очередной скандал с судьями, чьи иллюстрации добивались сегодня в Киеве, знает Статьяна Винникова. Под окнами высшего хозяйственного суда Украины около тысячи человек требуют одного – уволить председателя Богдана Львова и назначить досрочные выборы нового главного судьи. Байк-бай! 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 Активисты общественных объединений уверены – Богдан Львов взял полтора миллиона долларов взятки и выносит незаконные судебные решения. Люди говорят, митинговать хозяйственному суду приходят не впервые. Рассказывают – лишились рабочих мест. Их предприятие закрыли после вердиктов высшего хоссуда и лично Богдана Львова. Все безработные сейчас. Кто как может, так и выживает. Львова поймали на взятки в гостинице «Континенталь». Вот мы требуем немедленной отставки. Начались два коллеги в ресторане, как бы посидеть, придав один банкноту, то есть пакет, в каком были гроши. Я все это вижу, я это могу подтвердить. Поддержать протестующих приехали нардепы. Говорят, делают, что могут, но толку мало. Депутатские заявления мы додаем постоянно, в частности, и высшую раду юстиции, и высшую квалификационную комиссию судей на всех тих судей, потому что есть очень много заявлений от предприятий, которые реально рейдерским способом через господарские суды забирают. К людям председатель высшего хоссуда так и не вышел, а нам рассказал, что все обвинения выдуманные. Я официально обратился в органы Службы безопасности Украины с целью мероприятия и движущими силами разберутся компетентные органы. Представители активистов говорят, у них есть доказательства виновности Богдана Львова. Своими личными указаниями он банкротит предприятия, передает их третьим лицам. Фактически происходят рейдерские захваты, которые шли при режиме Януковича. Я надеюсь, что люди будут услышаны и будет прекращен беспредел в судовой ветке власти. Митингующие говорят, будут протестовать до победного. Татьяна Авинникова, Василий Миновщуков, Владимир Дедов. Подробности в телеканал Интер. Герой АТО или взорвавшийся сотрудник МВД. В Ривне слушали ходатайство прокуратуры о взятии под стражу Михаила Бузинарского. В чем же суд до дела в материале Инны Белецкой? Вот он в камуфляже ждет начало судебного заседания. Его искали целых пять месяцев после инцидента 4 сентября. В тот день Михаил Бузинарский на своем Мерседесе подрезал фуру, и та едва не слетела в квет. Доконять лихача бросились свидетели. Из машины он вышел с оружием в результате трое раненых. Он в том числе. Из больницы стрелок сбежал. И вот как сегодня объяснил свой поступок. Я же с АТО как раз ехал возвращаться, просто я об этом не рассказывал, потому что должность руководителя отдела спецопераций предполагает определенную аемность. Бузинарский утверждает, тот момент был замначальником отдела по спецоперациям МВД. И события 4 сентября воссынил как нападение на милиционера. За то, что скрывался следствие, прокуратура просил взять Бузинарского под стражу. Но подозреваемый уверяет, следствие не скрывался, а спасал родителей, которые живут на оккупированных территориях. Почему, будучи высоким чиновником МВД и участвуя в АТО, не вывез семью раньше, объяснить не может. До моей родины навидались представители службы безопасности их террористической организации. И я вимушен был, негайно. И я не мог официально поехать, меня затримали. И таким образом я инкогнито проник. Но чтобы объяснить пятимесячное отсутствие на допросах, этого мало. И Бузинарский достает из рукава козырь. Прокурор парирует. Это заявы по терпілищу. Про то, что действительно они имеют претензии финансового характера и морального до подозреваемого, оскільки он отшкодировал им за подъянную нему шкоду. Но вместе с тем они стоят полностью на своих показах. И изменять их не собираются, несмотря на прохание пана Бузинарского. Когда мы телефону связались с одним из потерпевших, он замялся. Просто вашу позицию сказать и озвучить, что мы почули его. По информации прокуратуры, Бузинарский пытался восстановиться в МВД, откуда его выгнали. Брать ли полковника под стражу суд решал целый день. Сложный же вопрос. Нужно ли задерживать чиновника из МВД после того, как он ранен двоих человек без какой бы то ни было служебной необходимости. Инна Белецкая, Николай Васильев, подробности телеканал Интер, Ривне. Сотрудник черкасского «Автодора» подрабатывал порно-режиссером, причем прямо в служебном кабинете. Актрис искал в интернете, а съемочной площадкой служил его старенький диван. Из отснятого видео чиновник монтировал короткометражные ролики, которые успешно продавал в интернете. Погорел, когда решил выйти на мировой уровень и выложил видео на иностранный сайт. За эту работу ему пообещали приличное вознаграждение. Вот только получить его чиновнику не светит. Он задержан. Оказалось, что сайт оперативники создали специально. В ходе обшуков было выявлено и вылучено диски, компьютерную технику, гроши. Открыто криминально провазан, выгнутое и распространено видеопараннофичным характером. О любовных триумфах Рональда Рейгана, сенсационной находки британских ученых и о самом смертоносном снайпере далее в нашем обзоре. Самый результативный снайпер живет в Британии. ВМС страны поведали о стрелке, на чьем счету 173 подтвержденной ликвидации. Его имя держит в секрете. Известно лишь, что он женат и родился на юге Англии. Служил в Афганистане и Ираке. Британец опережает на 13 смертельных выстрелов своего американского коллегу Криса Кайла, убитого в 2013-м. Рональд Рейган очаровал Мэрелин Монро и еще 50 голливудских актрис. О любовных достижениях 40-го президента США, биографическая книга «Любовный треугольник», которая выйдет 14 февраля. Многим красавицам Рейган вскружил головы во времена своей актерской карьеры. Автор книги Дарвин Портер утверждает, почти полсотни девушек отзывались о влиятельном любовнике, как о хорошем парне. Культурная сенсация. Ученые Кембриджского университета заявляют, они нашли две скульптуры Микеланджело. Это единственные уцелевшие бронзовые работы мастера итальянского возрождения. Раньше авторство фигур двух мужчин верхом на пантерах приписывали другим скульпторам. Однако анализ доказал работы именно Микеланджело. Ранчо Майкла Джексона Неверленд может послужить благой цели. В ближайшее время усадьба уйдет с молотка. Источник, близкий к аукционным торгам, утверждает, местный бизнесмен готов купить усадьбу за 40 миллионов долларов и превратить ее в реабилитационный центр для детей, подвергшихся насилию. Майкла Джексона несколько раз обвиняли в преступлениях сексуального характера по отношению к детям. Участница бразильского конкурса красоты не могла пережить триумф соперницы. Во время награждения одна из конкурсантов силой сорвала корону с головы победительницы. Свой поступок объяснила тем, что победительница, мол, купила титул. Сама скандалистка заняла второе место уже второй раз подряд. Жизнь без улыбки, старость без морщин. По такому принципу живет британка Тесс Кристиан. Ей было всего 10, когда она решила не улыбаться во имя гладкой кожи. Сейчас женщине 50. Долгих 40 лет она не изменяла этому правилу. Говорит, что сдержала улыбку даже когда родилась ее дочь. Результатом довольно уверена, что выглядит гораздо моложе своих сверстниц. На скамье подсудимых влили один из самых известных политиков мира. Доминик Строскан, бывший глава МВФ. Какие еще грешки накопали, знает София Гордиенко. Он уже не дает интервью и избегает публики. Тот самый человек, которому еще 5 лет назад прочили пост президента во Франции. Сегодня вместо кресла в Елисейском дворце не самая удобная скамья подсудимых в Лиле и слушание по обвинению в проксимитизме, то есть в сутенерстве. Удивительное дело, но французские журналисты выяснили. Оказывается, следствие по делу об афере Калтона. Именно так назывался отель в Лиле, где проходили оргии, началось уже давно. Но подозревают, что еще до того, как бывшего главу МВФ обвинили в домогательство в горничной в Нью-Йорке. Если тогдашний президент Николай Саркази был в курсе начала следствия, он понимал, что одним громким делом устраняет своего самого серьезного соперника на выборах 2012 года. Тогда в окружении Саркази говорили, что есть некие записи и факты, которые, если не поставят точку в карьере Строскана, то, по крайней мере, исключат его из предвыборной гонки. Так что Строскан вполне мог стать жертвой большой политической игры. Но, надо сказать, игрок он неумелый, ведь убрать его с политической арены было бы гораздо труднее, если бы бывший глава МВФ обладал кристально чистой репутацией. Но его сгубили пристрастие к слабому полу. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности ЮЭ. Я прощаюсь с вами до завтра. Хорошего вам вечера и до встречи в подробностях. Субтитры создавал DimaTorzok